Всем привет, я Даша Кей, это Вика, я думаю она не нуждается в представлении. Её канал называется Ков Казакет. Мы сегодня будем повторять азиатский макияж. Я думаю вы все видели эти накладные носы, такие эпичные ролики. Что у нас есть? Что ты принесла? У нас сегодня, смотри, да, я как пока все дома, я к тебе, дорогой друг, тут с подарками. Я зашла в Криолан и купила расходники для этой техники. Это специальный гриморский скотч, он прозрачный и из трех видов, которые там есть, мне сказали, что этот самый крутой. То есть он действительно предназначен для того, чтобы затягивать щеки, да? И говорят, что этим даже можно сделать Белла Хадид, этим можно прилепить щеки и этим возрастных актрис гримируют. Ой, у меня вышел видос, делаю макияж Беллы Хадид, и я думаю, я затянула хвост и ничего не получилось. Я сейчас научу, короче, нужно сделать вот здесь вот две косички, вот небольшие, и скрепить их крючком сзади. У меня волос не хладит. И все нормально, у тебя очень много волос, и у тебя будет просто эффект. Девочка, девочка, ты что такая веселая? Вторая вещь, которая нам нужна, это гриморская глина или какой-то еще такой гриморский пластилин. В нашем случае это ГУМОКС. И меня заверили, что вот это самая понятная и простая вещь. Нифига себе сказать, да. Если вам на... Да, я специально взяла большой объем, потому что подумала, что если что, один сломал, другой потерял, чтобы мы могли сделать много носов. В общем, никогда не пробовала с этой штукой работать. Раньше работала другим от Мэйрон, но сейчас его не нашла. Блин, мне правда интересно, как работает этот скотч. Сейчас будем лепить. А слушай, нужен еще, по-моему, клей, чтобы приклеить на нос. Хотела сказать как раз о том, что если вы хотите ходить на Хэллоуин или куда-то на вечеринку с этим накладным носом, то вам нужен клей. Но это для кожи не очень хорошо. Мне сказали, что если это на одну съемку и снять через там два часа, то можно сделать без. Отлично. И опять же, на видюшках мы видели, что люди так делают. Мы начнем. Да, я как кореянка настоящая в бегудюхах. Я волосы просто сделаю прямопробор, ничего придумывать с ними не буду. Будет красиво. Если что, у меня есть накладная челка еще в конце. Я еще, не забудь мне напомнить про линзы. Хочу надеть какие-нибудь светлые или увеличивающие глаза линзы. Ну, в принципе, что, поехали. Ну, смотри, мы должны накраситься, а потом... Я, кстати, могу линзы снимать. Я не могу линзы снимать. Ой, вот это вообще красиво. Ну, девушки, когда она снимает вторую кожу... Она снимает. Это жестя, ребята. У меня тоже есть малярный скотч, мы можем прям вот так вот отрывать ее от лица. Я думаю, что мне нужно вот так вот прям щеки наклеить себе. Это латекс? Это похоже латекс, да. Офигеть. Мать моя. Блин, нужны какие-то аксессуары. Я не знаю. Что делать, если у нас европейский нос? Хорошо, у меня есть горбинка, но твой нос идеален, как бы, что можно с ним сделать. Они делают как твой. Думаешь? Кстати, я думала, что... Ну, типа, куда мне лепить еще? Я тоже не знаю. Сделают с горбинкой. Я думаю, что вот эту часть, чтобы он совсем был выпрямленный. Ну, да, нужно тонкую. Ну, как-то утончить его. Я просто уже хочу себя утянуть. У тебя ничего нет. У меня есть второй подбородок, у меня должно получиться, короче. Ну, не знаю, знаешь ли, как бы. Я линзы не умею в процессе снимать, я не знаю, как вы это делаете. Я вчера в кино сняла одну линзу и вышла в одной. Один глаз выйдет хорошо в линзе, а второй минус три с половиной, и все нормально. Я просто иногда реву, когда не могу снять линзы. С щипцами пытаюсь, которые там... Не, я могу, мне кажется, с другого человека набегу вот так вот снять. Давай нарисуем брови, чтобы нас узнали. Да. Ой, у нас тут, конечно, вкусняшка. Много рекламы, у нас тут мюсли, шоколадка. Да тут, кстати, не вкусная штука. Ну, так. Понравилось? Мне очень даже неплохо. Безвкусная абсолютно вещь. Тут, конечно, еда вся очень безвкусная. Например, вот фисташки чищенные. Фисташки вообще отличные, они топчик. Но у меня сегодня только мой дорожный набор, я хватила дорожную косметику. Я буду повторять за тобой, просто никому об этом не говорю. Я тоже немного затонирую область. Глаз, ну и бровей. Век, наверное. Вот это кисточки твои пушистые. Раньше я никак не понимала, типа, как так пушистой кистью можно наносить тон. Знаешь, брови будут более азиатские, если у нас будет теплый оттенок используем. Бровей, да? Да. Свой цвет и очень теплый цвет. И мешаю. У меня есть карандашик от Vivienne Sabo, третий оттенок, они очень теплые. Даже персиковый добавлю на внутреннюю часть брови. Ой, какой рыжий вообще. Все, идеально. Продолжай. Продолжай. Ты была в Корее когда-нибудь? Нет. Я очень люблю Корею, но брови только сейчас начали делать цвет волос или хотя бы хоть какой-то логики. Раньше девушки с любым цветом ходили с оранжевыми бровями и все у них было хорошо. То есть, как бы, и тут внезапно ты видишь девушку с рыжими волосами и у нее не оранжевые брови. Так, хоба. Или бордовые волосы и серые у нее внезапно. Ну, а у нас так и ходит. У нас любой цвет, брови черные. Но, а очень часто, когда я фотографируюсь с блондинкой, у нее брови намного темнее, чем у меня. Если люди до сих пор умудряются каким-то образом рисовать себе нерастушеванные в этой области брови, то, как бы, что мы говорим о цвете? Мне кажется, это наша вина. Мы должны делать больше видео и больше об этом говорить. Ну, вот, я сделала видео о бровях. Да, блин, у меня с 2016 года я видео растушевываю от кончика к внутреннему. Я беру консилер MAC в оттенке Enso 15, но он светлый. Немного его выдавливаю. Ты смотришь какие-нибудь долгие видео на ютюбе, типа по 40 минут? Я поняла, что я сейчас пролистываю все, и я вчера была на безумно интересном фильме, и мне так хотелось его пролистать. На ускоренке, да, смотришь? Это жесть какая-то. Я смотрю или на ускоренке или все пролистываю, и если я что-то нахожу, какой-то контент, который не пролистывается, это плохой. Я не могу. Я поймалась на мысли, что все, просто даже книгу я пытаюсь пропустить скучные моменты. Это ужасно. Мне кажется, нужно... Надо смаковать. Наоборот, да. Кстати, я люблю видео по 40 минут смотреть. Я никогда не смотрю на полтора, не знаю, мне кажется, это убивает какую-то творческую... Все творчество пропадает, когда ты ускоряешь видео, и много кто смотрит на ускоренке. Типа, я посмотрю суть, а я наложила прекрасную музыку, я ее слушала. Ну там кто-то, допустим. Либо голос там определенный. То есть сейчас вообще, в принципе, очень модно убивать суть. Ютуб нас вынуждает делать просто контент. Ну, то есть, допустим, у меня убивали просмотры из-за того, что, типа, недели у меня не было, а потом еще раз недели у меня не было. Если ты не выкладываешь две недели, ты уже никогда не получишь прежние просмотры. Просто никогда. Грустно. Грустно, что тебя все забыли. Да. А для кого-то это минус, а просто кого-то это раздавит. Все потому, что теперь нас оценивает бедушный робот, помимо того, что вы... И если вы не лайкаете, то мы никогда не наберем снова прежний объем просмотра. Серьезно? Абсолютно. Только если вы лайкаете, вы увидите нас со стопроцентной вероятностью в следующий раз. А если не лайкаете, то не со стопроцентной. Поэтому лайкните, пожалуйста. Поставьте колокольчик, упоминания, уведомления. Но с другой стороны... А дизлайк считается? Дизлайк тоже считается. Хотя ставьте что-нибудь нам, пожалуйста. Я правильно делаю? Мне кажется, у меня какие-то коричневые. Самое главное, чтобы твои глаза стали больше и круглее. Ничего, что это коричневый, а не розовый какой-то цвет. Мне кажется, сделать форму, а дальше можно... Ты такая идеальная тушевка, я в шоке. Как ты это делаешь? Ты мне листишь просто. Нет, я просто пытаюсь избавиться от пятен, чтобы ты не увидела это. Открыть будем делать? Я даже не знаю. Я не знаю. Я чуть-чуть тогда добавлю еще, ну, затемню немного уголок глаза, сделаю его немного, ну, как бы, грустным. И Даша к нам вернулась, она поставила цветные линзы, увеличивающие. Берите максимально увеличивающие. У нас у обеих линзы с ободком, но есть прям вот просто огромные. В европейском модно cat eye делать, а в азиатском такой puppy eye такие. Слушай, у меня какой-то cat получается. Даша всегда cat. Как мне уронить глаз, Вика, спаси. Представь, что они у тебя очень маленькие, представь, что ты это я. Чего-нибудь такие маленькие глаза, вот ты все время говоришь, что ой, блин, чё. Нет, на самом деле маленькие, для моих пропорций маленькие. У нас очень похожи на цветотипы. Цветотип вообще, да, практически одинаковый, только немножко цвет глаз, ну, у тебя более медовый, у меня потянет и кари. Смотрите, вот, конечно, можно отлично разглядеть мой цвет глаз. Отличное видео было бы, если бы мы накрасили друг друга. Но это до завтрашнего дня, ты у меня, если останешься, то давай. Можно? Может, постелишь меня? Да. В общем, ладно, я попытаюсь с каткрисом исправить, испортить. Тут уже ничего не испортишь. Беру немного консилера. Я, конечно, в этих линзах не вижу нифига, у меня такой туман. Я делаю каткрис, закрашиваю консилером полностью область подвижного века. На мне 100%, если мы сделаем каткрис, поскольку тонкая полоска века, у нас будет макияж транса, прибухивающего такого, возрастного. А я сейчас что-нибудь розовое положу. Кстати, вот красивая розовая палетка. Если, ну, блестяшки, блестяшки. Вот, это худо. Худо-нюдо. Нюдо-худо. Я беру карандаш Beauty Drugs и слизистую прокрашиваю бежевой. Немного выхожу на слезнячок. Я сейчас тоже возьму какую-нибудь розовую блестяшку на века. Не знаю, ты взяла эту, да? Да, каким-нибудь лайнером у тебя же. Да, он единственный, ну, по-моему, он новый. Даже если он со звездочкой, им удобнее красить. Короче, лайфхак, берете лайнер, если у вас есть лайнер, который штамм для звездочек, вы не знаете, куда его девать. Что-то странное получается, сейчас покажу немного макияж. Ну, это без ресниц. Ну, что-то получается. Ну, он няшный, он увеличивающий. Я тоже перехожу к ресницам, я опаздываю. Я буду сто пудов что-то другое делать, долго, какой-нибудь там нос лепить, или тебе нос, а мне еще скулы. Думаешь, нос лепить, блин? Будет логично клеить ресницы над своими, если глаза небольшие. И азиатки так делают. Это же будет дико крипово. Это будет дико крипово, но издалека будет не видно. И главное, не на уголок глаза, то есть не создавать вот этот эффект лизил глаз, кош, кошачьих, кошка. Да. А на центр века. Да, то есть прям вот здесь я уже все доклеила, здесь мне еще уголок нужны. А ты в нижнюю не прокраивала светлую. Да, да, вот я хочу это сделать. Любимый мой кушан Медикюр. У меня есть как раз питание шоколадками и стресс. И как раз таки этот с медикаментами помогает отпущение, у меня маленькие друзья есть. А я пользуюсь, знаешь, каким-то твоим лайфхаком. Не помню, как называется, но знаю, что от Зеленой Дубравы. Как называется? Девушка сама забыла, как он. Синтомицин. Ленемецин. У тебя всегда такие уходовые продукты, и какая девушка не хочет себе, ну, как бы, хорошую кожу и ухоженное лицо. Вот я сейчас за уход больше, чем за макияж. Я это чувствую. Но у меня все вообще совсем наоборот. Я очень падка на вот такие яркие какие-то штуки, в которых много талька и все прочее. Мало, да, я еще. Ой, а что-то для моей кожи посоветовала бы, ну, так вот, на скидку. На скидку. Из ухода. Потому что я вообще не знаю, я пользуюсь какой-то фигней, могу за 50 рублей тональным, ну, этим, кремом для лица. Могу за 2000, ну, то есть, как бы. Самый хороший совет, если все хорошо, просто не портить. И самый хороший второй совет, это... Она начинает сама портиться, я тебе хочу сказать. Думаешь, Ленивен с Интабицина у меня просто так появился? Я просто так про него знаю. Я прям под твой макияж тотально сделала. Я бы сказала, что, конечно, тип кожи важен. У тебя какой сейчас? Комбинированный? Нет, я даже не знаю. Ну, серьезно. Нормальный тип кожи. Ну, нормальный. Если вы знаете, какой тип кожи, а у вас нормальный. Я смотрю на твою тушевку, и мне просто... И потом на свою, на твою, и на свою мне хочется рыдать. Я смотрю на свою и думаю, господи, я бы на своем канале это не выложила бы никогда. Да, я бы просто тушевала бы до бесконечности. Смотри, лайфхак. Есть дешевый хайлайтер Smart Girl, белорусский. У меня здесь его остатки, потому что он все время бьется. Рассказываю тебе, короче, то, что рассказываю только ученикам обычно. Берешь его на пушистую кисть, если ты насвинячила тушевку. Он работает как ластик. Сейчас я растушу, и ты посмотришь на... Он делает блюр в середине тушевки, потому что он такой сатиновый, и он цвета кожи. Как правило, все сатиновое, и нифига нет цвета кожи. Он цвета кожи, и он в твою тушевку уводит просто в ноль. Так, я беру. Пользуйся, практикуй. И это уже чище, по крайней мере. Это уже более норм. Немножечко сейчас, если станет ли моя тушевка, лучше. Если не станет, то ты можешь меня ругать и говорить, что это неправильно. Садлась гнилой на этот трюк. Вот, и после этого можно... Вот такая ПП-шка, да? Да. В общем, что-то да получится в любом случае. Так, я беру сейчас тушь. Я даже не знаю, какую. Ну, наверное, Vivienne Sabo ковыре. Я где-то делаю. Ой. Ой. Это у меня, кстати, с тушью, с одной из Vivienne Sabo вот такое случилось. Ладно, возьму тушь, тогда Vivienne Sabo другую. Потому что нужно клеить нос. Угу. Уже прямо сейчас, да? Сколько до клеения носа? Пять, четыре, три, два, один. У нас есть шпатель. Я боюсь, что вот шпатель, пальцы, в принципе, все. Мы берем пластилин. Первый случай, когда... Это гримерский пластилин, да? Да. Это специальный гримерский пластилин Гумокс. Это первый случай, когда мне кажется, что нужно было винишко просто перед макияжем. Это похоже на пластилин детский. Может, немножко помягче. Нам нужно взять немного. Это какая-то моя прекрасная няня просто с нами. Так, беру. Ой, а не нужно было тон нанести? По идее, нет. Он не будет лепиться. Катаем в колбаски. Нормальные азиатки катают колбаски. Про себя я не знаю, надо ли мне катать колбаску или мой нос и так... Ну, как бы, у меня достаточно выраженный профиль и горбинка. Я думаю, ты взяла точно много. Я пробую. Не получится, буду переделывать. Ой, да он прекрасно клеится. Кривой нос немного получится. Так, у тебя прекрасно, у меня нет. В чем отличие? В чем разница? У тебя не жирная кожа? Может быть. Держи, да. Можно промокнуть жир. Давай. Я опять, мне кажется, много взяла, но ладно. Много неясного хэштега. Так, я попробую шпателем, потому что руками как-то такое. По-моему, нужно как-то мочить руки, нет? Я попробую. Вот спрей Лены Крыгиной. Вот спрей Пласс, Никс и Лена Крыгина. Я попробую фикс-плассом побрызгать себе на нос. Я не знаю, что получится. Простите за мой топ, который до этого уехал. Просто непонятно куда. Да, если честно, вообще запарилась уже. Теперь у нас будет полное понимание, что значит, девочки, накладываем макияж. Будем опытные в этом вопросе. Нет, я все-таки не верю, что они все время это делают. Нет, конечно, не все время. Это просто именно девушки, которые хотят быть отфотошопленными в реальном времени, которые разводят мужчин на деньги, которые в каких-то участвуют... С этим я точно никого на деньги не разведу. Понимаешь, это будет тест твоей харизмы. Так, не жалею. Выдавливаю этот тонал. Это так странно. Я просто выхожу из зоны комфорта. Когда ты бьюти-блендером бьешь по фейковому носу, это такое странное ощущение. Фантомный нос. Ну что, ну смотри. У меня какие-то, правда, морщинки от него. Нужно туда залить тон. Сам этот гумокс, он собирается, когда мы ржем, он утекает. Ты посмотри потом, как хорошо идет. Да. Держи бебешку. Мне кажется, это очень дорогое, что мероприятие, потому что порядка тысячи-двух тысяч у вас уйдет на покупку этого гумокса. Где-то тысяча на гриморский скотч, если у вас нет обыкновенного, который сильно держит. А потом вы просто застрете всю квартиру из себя. Да, вам нужна вот клинировая компания. Ну честно, брюкам уже до свидания. У меня горбатый нос, это одна проблема. Лучше горбатый нос, чем горбатая гора. Я припудриваю, в общем, бьюти драксовской пудрой. Она без талька или с тальком? Без. О! Две пудры, которые я делала, они нужны тальком. Я увеличила свой и без того высокий нос, и у меня получилась горбинка. Но если смотреть прямо, ну как бы. Сейчас я заскульптурирую эти места, то будет все просто прекрасно. Просто супер. У меня попался в руки только Никсовский. Максимально катастрофично. Терять мне нечего. Я даже сделаю подбородок. Сдел... Я даже не делаю сейчас. Гмоксовская королева просто. Надеюсь, меня больше не позовут судить Никсов. Ты же судила? Ой, все, я контурирую. Как тут нового ничего не сделаешь. Зомби очень много. То есть сложно плагиат судить. Сложно, сложно крайне. Вот мне кажется, максимально стрёмного макияжа вот такого у меня еще не было. Это It's a Fischer'е самый эво стрёмный макияж у меня. Гмоксовская соблевает. И самое веселое скотче наш. Мы уже такие замотанные, потому что мы сейчас на три сидим и просто делаем один нос. Мы просто ржем, и он отклеивается. Да тут только не в этом дело. Мне кажется, тут просто совокупность всех факторов. Так, я себе тоже отрезаю. Во-первых, нужно вам изначально или сделанный европейский нос, или азиатский нос. От тона что-то отклеивается. От тона отклеивается, но все они делали на тон. Что, тон с ним? Нужно пудрю? Нет. Я не знаю. Я просто постепенно приклеиваю и оттягиваю кожу. Что-то произошло, он просто приклеился к моему лицу. Все сразу, смотрите. Сколько? А почему квадратное лицо? Ну, какие кости у нас? Нет, у меня нависает сверху жир, типа. Странная тема, но вроде зафиксировалась. Мне, конечно, вырвутся где-то волосы. А можешь отрезать? Я могу, но сейчас еще. Ну, вот тут вот прямо это. Отрежь. Почувствуй себя перебинтованным человеком после пластики, блин. Слушай, реально держит как будто бы. Ну, как будто бы. У тебя просто все лучше, чем у меня. На моем состоянии только строительный. В общем, мы наклеили скотч. Я сейчас думаю, тонировать его сверху или нет. Честно, нафиг это все нужно. Просто старый добрый контур не сделает вам лучше. Я использую тинт от Saint Laurent в оттенке 1. Такой ядерный розовый цвет просто. Я нанесу прямо реально на руку. Возьму Beauty Blender и сделаю себе румяна. Не буду делать коррекцию, потому что мне кажется, что у меня просто поползет все лицо. Не знаю, как я сейчас тебе сопереживаю и как я боюсь, что сейчас все это откомкается. Вы просто посмотрите, что там. Да прекрасно, тебе очень нравится, так и ходи. Тинт тоже нанесу на губы. Ну, в принципе, я могу двигать. Я боюсь двигать, потому что после несколько державанных. У меня волосы приклеились. Адская борозда в этом носу. Ну, наношу, в общем, тинт тоже в корейском стиле, вовнутрь. Какие-то красивые туманы Бону Браун. И мы сейчас будем с ними делать что-то некрасивое. Манго Муд. Так, нет, я возьму кисть. Так продолжаться дальше не может. Использую палетку Beauty Bomb. Новую кладку, наверное. Я даже не знаю, куда их принести. Куда-то, в общем-то, наношу. Куда-то на подвижное веко. И в складку немного. Начинает нравиться. Розовый цвет спасает все. Мы сделали все. Мы сделали все, да. Мы сделали наш макияж. Вот такой вот он получился. И этот макияж никак не получится без фильтров. Мы на них перешли. Это приложение Miu. Вот такой вот азиатский вирусный макияж у нас получился. Мы надеемся, мы не уверены. Ну, он получился. Ну, он получился. У меня, правда, просто немного сломали мне нос. Ну, бывает все. Главный секрет – это фильтр. Но мы выяснили, что у всех есть склейки. И все переходят на приложение. И там все становится лучше. Поэтому давайте мы посмотрим, как в приложении. В общем, напишите нам, понравилось вам или нет. Напишите, повторили бы вы такой макияж за нами или нет. Лучше не повторяйте. Подписывайтесь на Вику, Ковку за Кет. Ну, и ставьте колокольчики обязательно, естественно. Пока. Продолжение следует. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует...